Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи по скайпу Виталий Калоев. Виталий Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Виталий Константинович, начать хотелось бы с того, что трагедия произошла в аэропорту Шереметьево. Погиб 41 человек. Вы как человек, переживший авиакатастрофу, в которой потеряли близких вам людей, вот как вы восприняли это? Во-первых, я хочу выразить свои соболезнования всем родственникам погибших. Во-вторых, это, конечно же, опять большая трагедия. Все эти новости человек, когда слышит, воспринимает как ужасные. И думает, сколько это может продолжаться, и когда все это закончится с нашими самолетами. Ну вот, очень часто говорят о том, и эксперты в том числе, что самолеты – это самый безопасный вид транспорта. И есть статистика, согласно которой, в автокатастрофах людей погибает больше, чем в самолетах. Ну, наверное, это сложно, конечно, понять и принять людям, которые пережили авиакатастрофу или потеряли своих близких. Но, тем не менее, вот на ваш взгляд, насколько сегодня можно говорить о том, что летать безопасно? Я бы не сказал, что сегодня летать безопасно, потому что ситуация такая, что, скорее всего, скорее всего, не уделяют достаточного внимания, достаточного внимания всем, вот, и самолетам, которые разрабатывают, тем более, вот этому новому самолету. Он еще как следует не начал улетать, а уже пять катастроф с ним, насколько я знаю, пять катастроф. Во-вторых, подготовка летчиков. Вот я, как вот, почитал тоже, слышал, вот, комментарии специалистов всех этих, вот, и, насколько я понимаю, вот, подготовка именно летчиков, она, как бы, проходит не в надлежащем уровне. Не в надлежащем. И, скорее всего, пилоты эти сами знают тоже, сами знают, то им, наверное, деваться некуда, потому что надо содержать семьи, надо зарабатывать, и, если они какие-то свои права начнут качать, их просто уволят, и все, они останутся без работы. Вы летаете на самолетах? Я летаю, да. И чувствуете ли себя в безопасности, когда летите? Я, знаете, я когда сажусь в самолет, в самолет, я просто отключаюсь и думаю, будет суждено прилететь, значит, прилечу. Не будет, значит, так и должно было случиться, и все. То есть вы фаталист? Да. Это приобретенное такое ощущение качества? Или так всегда было? Ну, не всегда это было. Это у меня вот после той трагедии, которая случилась вот с моей семьей. Ну, мы понимаем, что вам пришлось пережить сильнейшая боль, и никак не хотелось бы делать вам еще больнее, но вот для тех людей, которые сегодня переживают то, что вы однажды пережили, вот что бы вы им сказали? Вы знаете, нельзя подобрать, нельзя подобрать вот таких слов, чтобы человеку стало легче как-то. Ну, нету таких слов, нету таких слов, чтобы их сказать, чтобы человек успокоился и начал жить заново. Нету таких слов. Просто вот тех людей, которые вот сейчас вот потеряли близких, родных, с ними надо, чтобы постоянно с ними находились там близкие, родственники, соседи там, социальные службы какие-то, чтобы не оставляли их одних, чтобы как-то отвлекали их разговорами какими-то. Ну, вот в этом плане, вот как-то так вот. Ну, это на первый период, конечно. А так, со временем, конечно, вот боль притупляется, притупляется, но не уходит, но не уходит. То есть нет лекарства от боли? Ну, нету лекарства, ну, как говорят, время лечит, ну, время в данном случае не лечит, но привыкает к этой боли человек уже, привыкает к этой боли, вот к постоянной боли, вот этой вот привыкает человек и уже вот живет с этим уже, потому что знает, что лекарств нету и живет с этой боли. Ну, Ваша история и Ваши действия, и убийство авиадиспетчера, вот то, что произошло, то, о чем много писали, и даже были сняты два, даже больше фильмов, ну, два таких самых известных. Что Вы чувствовали в тот момент, когда поехали в Швейцарию и сделали то, что сделали? Вы хотели, чтобы стало легче или по какой-то другой причине? Знаете, я когда увидел вот эту вот картину, я был одним из первых, одним из первых, вот, кто был на месте трагедии, вот, как только начали разворачивать вот эту вот спасательную операцию, вот, я был уже на месте, и я все эти вот тела, разбросанные вот на огромной территории, на огромной территории, видел, видел, и это, их даже не успели прикрыть, и это была страшная картина, конечно, страшная. Ну, во-первых, я хотел справедливости, справедливости. Если вот рассматривать мой случай, вот, с данным конкретным случаем, то они отличаются, потому что в том, в той трагедии, в той трагедии, там была явная, явная, вот, такая вот, ну, от диспетчеров поступали такие команды, такие команды, вот, что явно, вот, они столкнули два самолета между собой, между собой. В данном конкретном случае, вот, с трагедией «Супережит-100», тут, конечно, молнии попадают там во многие самолеты, но они садятся и долетают, и все, третье-десятое. Скорее, здесь, вот, недоработка самолета, недоработка, она сырая, вот, по тем публикациям, которые я прочитал, она не совсем доработана, и рано его еще выпускать, наверное, вот, чтобы он возил людей, людей. И, вторая, это, и квалификация, вот, пилотов, скорее всего, потому что, скорее всего, они не отрабатывали, не отрабатывали, вот, все эти случаи, вот, какие могут случиться, вот, с самолетами, и в данном случае они, скорее всего, были в панике, в панике, и не совсем соображались, что им надо делать, мне так кажется. Но вам стало легче после убийства авиадиспетчера? Вы что почувствовали? Легче не становится, легче не становится. Но вы говорили в интервью однажды, что не жалеете о садейном, и сейчас не жалеете? Я и сейчас говорю, что я, вот этот путь, который я прошел, если бы это случилось сегодня, я бы его заново прошел точно так же. Легче не становится, ну, в моем случае, в моем случае, вот, я же когда-то отойду, наверное, в тот мир тоже, и у меня, у меня будет моральное право, моральное право, чтобы меня вот положили рядом с моей семьей, с моей семьей. Вот, а если бы я вот этот, наверное, путь не проделал, вот, то, что вот искал справедливости, искал справедливости, я бы, наверное, сказал, что я не достоин, чтобы я лежал рядом с семьей, наверное. Ну, вот, то, что пишут СМИ, по крайней мере, что убийство произошло на глазах у детей авиадиспетчера, вы думали тогда об этом? Потому что вы говорили, что у вас был провал в памяти после этой истории. Значит, я когда подошел, подошел вот к дому Лисона, мы, он вышел один, мы были один на день. Там ни детей, никого, ни соседей, никого абсолютно не было, никого абсолютно не было. Ну, это во-первых. Во-вторых, когда он вышел, когда он вышел, когда я на него посмотрел, я сразу же понял, что у нас разговоры не получатся. Ну, что так все это в итоге выйдет, об этом вообще я не предполагал тогда. То есть вы хотели, чтобы он извинился, да, вот как писали? Этого было бы достаточно или что-то другое? Знаете, я не только вот к Нильсону, вот поэтому я и обращался в эту вот компанию Sky Guide, чтобы они меня приняли, чтобы поговорили. Они вроде согласились, вроде обещали встретиться, все это, потом в итоге отказались. То есть это бы уже, как бы, последний вариант, последний вариант или что-то, что я мог сделать еще, а других вариант... У нас возникли небольшие проблемы со связью, мы сейчас постараемся ее восстановить. Напомним, что у нас Виталий Калоев на прямой связи из Северной Осетии. Да, Виталий Калоев снова выходит с нами на прямую связь сейчас. Да, Виталий Константинович, слышите ли вы нас? Да, я вас слышу. Вот у нас какие-то произошли небольшие технические неполадки, но сейчас связь уже восстановлена. Вот вы когда пошли на это убийство, вы понимали, что диспетчер, он тоже чей-то наверняка сын и родственник, друг и муж, и что гибель его принесет страдания тем людям? Были у вас мысли об этом? Знаете, не меня надо спрашивать об этом, а надо было диспетчера спросить, у него есть семья, как он себя чувствует, как он себя ведет в семье, радуется он своим детям или не радуется. Это и меня надо было спросить, и других родителей надо спросить. Скорее всего, все это он отлично понимал, а меня что об этом спрашивать сейчас? Ну вот в контексте трагедии, которая произошла в аэропорту Шереметьево, нередко говорят о том, что люди, которые якобы хватали ручную кладь, наверняка вы слышали об этом, они мешали, застопорив выход другим, да, изгоревшего суперджета. Этих людей нужно наказать, вот сейчас так говорят, по крайней мере, ну в социальных сетях это обсуждают, кто-то против, кто-то за. Вот на ваш взгляд, месть это то, что присуще сильному человеку или слабому? Скорее всего, это присуще слабому человеку, потому что вот то, что они там портфели, там деньги свои схватили, и все это стоило жизни, там нескольким человеком, наверное, может десятку человек это стоило жизни. Не успели выйти и все это. И наказать, я не знаю, наказать человек в панике, и все это, ну, по моему мнению, они себя должны чувствовать не совсем хорошо. У нас звонок. Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Дмитрий. Да, Дмитрий. Слушай, Вас. Я хотел сказать господину Калоеву, что на самом деле я, конечно, не могу одобрить его поступок, но, с другой стороны, я хочу сказать, что я и не могу его осудить. Я считаю, что он... Я сомневаюсь в том, что он шел убивать, да, чтобы там не говорил на суде, и чтобы он сейчас не говорит, да, то есть я в этом сомневаюсь. Не выглядит он человеком, который заранее планировал убийство. Лучше меня простите. Но человек, настоящий мужчина, будет искать справедливость и пойдет до конца. И вот, мне кажется, что он это именно сделал. Так что держитесь и будьте счастливы. Да, вопрос будете задавать или ограничьтесь репликой? Так, видимо, реплика только. 612-93-9 и 612-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, пишите, оставляйте свои комментарии. Вот, кстати, Константин спрашивает вас через Фейсбук, почему вы согласились на интервью? Мне жалко родственников, погибших, которые понесли вот такие вот китры. И кому-то от моих слов может станет легче. Вот только поэтому я и согласился. Да, спасибо. Вам еще звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Вот Виталию вопрос. Одно то, что этот диспетчер не шел напрямую на убийство, как шел Виталий. Глаза в глаза убивать человека. А второе, а вот если родственники, там дети приедут и его убьют. Это же бесконечный марафон. Это же уже кавказцам давно пора понять. Что это ведет к новой несправедливости, к новой крови. Это же что такое? Средневековье какое-то. Спасибо вам. Но вот такая реплика, вопрос. Можете как-то прокомментировать? Кровное место. Я могу прокомментировать, конечно, вот эту вот женщину. Вот то, что она сказала, то, что она сказала, она сама живет в Средневековье. Понимаете? А когда вот всех этих погибших детей смешивали с грязью, пилотов смешивали с грязью, родители смешивали с грязью, с грязью, поливали грязью нечистотами, нечистотами. Да, если это все, это можно облизать и можно стерпеть, тогда пусть она делает сама это. Понимаете? Наталья Константинович, вы религиозный человек? Верите в Бога? Ну, я был религиозным, скажем так. И разочаровались? Ну, это какое отношение к данному разговору сейчас? Ну, в рамках нашего интервью хотелось бы узнать вашу позицию. А, нет, не слышите меня. Так, у нас снова проблемы со своими. Ну, я же, конечно, моё интимное, это я. Да, Виталий Калоев на прямой связи с нами, он снова выходит на прямую связь. Да, у нас возникли во второй части программы такие небольшие колебания на линии. Да, Виталий Калович, вы ещё раз к нам вернулись, слышите ли вы нас сейчас? Да, да, я вас слышу. Да, ещё у нас есть звонок, слушаем вас. Добрый день. Добрый день, да. Ну, во-первых, соболезнование хочу выразить вашему гостю. Это первое. Вы знаете, мы все живём по закону, да. Но, понимаете, я хотел бы всегда жить по справедливости. И то, что человек так себя повёл, это очень достойно, хотя и несправедливо. Желаю вам всего хорошего. Да, ещё можно нам звонить также по номерам прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 и писать в WhatsApp 230-6191. Ну вот, вышло несколько фильмов, как я уже говорил, с вашим участием. Один американский, там главную роль сыграл Арнольд Шварценеггер, был российский, в которой главную роль сыграл Дмитрий Нагеев. Вы смотрели эти фильмы? Да, я смотрел эти фильмы. Как вы оцениваете эти фильмы и вообще необходимо ли снимать вот такие истории, экранизировать? Как вы считаете? Ну, знаете, меня никто не спрашивал, когда эти фильмы снимались. Ни американцы, ни наши. И мне даже было неприятно, что вот то, что этот фильм сняли, наши, там вот моё имя приводят, имена моих детей там приводят, там родственников, всё это. Вот, могли бы они это и спросить, наверное, можно или нельзя. Можно или нельзя. А так, фильм, я думаю, может и с той снять, не из-за того, что про меня сняли, а может потому, что в этом фильме показана вот любовь человека вот к своей семье, к своим детям, как им надо относиться. Вот, и... То есть, рекомендуете его посмотреть, потому что непосредственно Игорь Сычёв в фейсбуке спрашивает, советуете ли вы посмотреть фильмы? Это тяжёлый фильм, его очень тяжело смотреть. Вот, то, что сняли вот наши, и тяжёлый фильм, тяжёлый. Ну, не знаю. Ещё звонок. Да, примём звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Уважаемый господин, слышите меня, да? Да, мы вас слышим. Сдавайте вопросы. Я не знаю, что делать, но я бы совершил суицид над собой. Вот тогда было справедливо всё. Спасибо. Суицид. Да. Вот такой комментарий. Да. Кстати, не было тогда мысли вот таких, именно учитывая трагедию боли? Слышите ли вы нас? Да. Да, да, я слышу вас. Вот, радиослушатель спросил, ну, он сказал о том, что я бы в такой ситуации совершил суицид, ну, и вопрос из серии, не было ли у вас таких мыслей? Ну, знаете, мысли всякие были, всякие были. Ну, вот, совершить над собой суицид там, или повеситься, застрелиться, или как-то там, это тоже слабость. Это тоже слабость. И, наверное, мои дети бы не поняли вот это вот, когда бы я к ним пришёл туда. Вот Елена спрашивает у вас в Фейсбуке, она спрашивает, где и как вы встретили женщину, которую полюбили после личной трагедии? Мы встретились здесь, в Владикавказе, познакомились здесь. И у вас родилось двое детей, близнецы, мальчик и девочка. Она спрашивает как раз, как вы назвали своих детей? Сына зовут Макс, девочку я назвал Софией. И также ещё, да, вопрос от Елены, как ваша возлюбленная, ваша жена смогла растопить ваше сердце? Вот такие личные вопросы, может быть. Ну, давайте вот без ответа оставим это тоже. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. Виталий Калоев у нас на прямой связи из Осетии. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp, также по номеру телефона 230-6191. Можно также оставлять комментарии в Фейсбуке. Да, ну я закончу комментарий от Елены. Она передает вам самые тёплые и искренние пожелания здоровья и благополучия в семье. Ну и спрашивает ещё, счастливы ли вы? Сейчас, да. Да, ещё у нас есть звонок, слушаем вас. Алё, добрый день, Александр. Да, Александр. Ну, вы знаете, я не могу судить вас, правильно вы сделали или неправильно. Но факт тот, что ничего не изменилось после этого. Вот вы, наверное, думали, что надо было бы сделать, чтобы вот это вот безобразие, которое творится, прекратилось. Спасибо. Да. Что я думаю? Указов президента сотни, постановлений правительства сотни, никто их не исполняет. Надо всё это исполнять, и всё тогда будет хорошо. И самолёты будут летать, и пилоты будут обученные, и все остальные тоже будут законопослушные. Ну вот ещё вопрос из Фейсбука, я вам задам. Он, то есть вы, говорил, что не хотел стрелять в диспетчера, что искал увидеть раскаяние. Домой вернулся после тюрьмы героем. Василий, его поступки назвали мужским и настоящим. Это разница культур? Спрашивает Елена. Знаете, вот перед этим женщина тоже как бы назвала вот Кавказцы, и сейчас опять в контексте вот это вот присутствует. Не надо нас делить там на Кавказцев, там, Якутов, Башкиров и всех остальных. Я вот когда вот на допросах тоже хотели вывести себя, вот задавали разные вопросы, чем вот Кавказцы отличаются от башкиров, там, башкиры от русских, мы от русских. Я им всегда отвечал, что мы все россияне. Я и сейчас говорю, что мы все россияне. И если почитать историю, историю, как русский народ жил, как кавказский народ жил, как там башкирский народ жил и все остальные народы, у нас практически одни и те же традиции, одни и те же понятия вот в этом смысле было. И сейчас то, что вот многие вот смотрят на Европу, на Европу, а там половина Европы уже там голубые там или какие они там, розовые или какие, и вот с них надо брать пример, пример, да, тогда вот кому это нравится, пусть берут, пусть берут. Надо жить по справедливости, надо жить по справедливости. Я искал справедливость тоже, я его искал, я обращался в Генеральную прокуратуру Московской области, которая расследовала это дело, и мне показали там три леска, три леска, где было написано, что вот самолет заправили хорошо, хорошо там, и почему питание подвезли на 15 минут позже, и все, на этом все закончилось. А когда я спросил, почему вы не требуете там от Швейцарии или от кого-то там еще, вот кто виноват в этой трагедии, что вам предоставили материал, и они говорили, мы к ним обращаемся, они нам не отвечают. Я говорю, есть ли это у Министерства иностранных дел, они, говорят, нам не подчиняются. Ну, если прокуратура не может навести порядок, да, я еще мог найти вот эту вот справедливость. Вот кто эти вопросы пусть задает, пусть мне ответит теперь. Я еще должен был искать справедливости. Ваша жизнь, ваше пребывание в тюрьме, то есть этот этап, вы вышли за хорошее поведение, вышли раньше срока, который вам установили, это был тяжелый опыт, вот эти годы, проведенные в тюрьме в Швейцарии? Знаете, тюрьма это не санаторий, не профилакторий, ничего нет, везде тяжело, везде тяжело. Ну, когда бывало тяжело, когда бывало тяжело, я всегда вот думал, что я вот это вот терплю, и мне надо было, наверное, худшее обстоятельство, вот из-за того, что я не сохранил своих детей. Ну, как вам относились другие заключенные? Вы были все-таки одним из самых известных заключенных. Ко мне все относились хорошо, ровно, я бы сказал, делились там, вот, то, что они получали посылки там из дому, вот, они все приносили мне там какую-то часть вот из этого, хорошо относились. И надзиратели хорошо относились, ну, с ядовитой вежливостью, конечно, ну, все равно вежливо относились. А то, что меня вот досрочно выпустили, мне там что надо было доказывать? Мне что надо было доказывать? Никому мне что надо было говорить там, что я хороший, плохой или что-то. Я вел себя, как обычно веду, как сейчас веду я себя, так и там я себя вел. Языкового барьера не было, кстати? На каком языке вы общались? Я со всеми разговаривал по-русски. Я со всеми. Там понимают меня, не понимают, мне это до лампочки было. Вот. Ну, когда говорил, понимали. То есть русский язык многие знают в европейских тюрьмах или там что-то? Не знают, но понимали, что я хочу. Ну, для вас было важным, что вас встретили дома, на родине, когда вы вернулись с пониманием, как героя даже? Знаете, это не от меня зависело уже. И когда я вот поехал, полетел в Тюрих там, вот, искать справедливость, все это, я не думал, что когда я вот вернусь домой, меня будут встречать как герой или что-то. Я думаю, скорее всего, все это было лишним. У нас еще звонок. Здравствуйте. Добрый день. Да, задавайте вопрос. Я хочу вашему гостю, прежде всего, выразить самое искреннее соболезнование в связи с его потерей всей семьи, а ему лично выразить огромное сочувствие. Но хочу вместе с тем сказать. Он только что сказал, что каждый должен жить по справедливости. Вот он выбрал такой путь этой справедливости. И Бог ему судья. Но мне кажется, что есть много вариантов искать справедливость. И даже там, где он ее нашел, путем убийства этого диспетчера. Я хочу сказать, что вот мы люди нормальные, вот именно должны искать эту справедливость во всем. А убийство есть заповедь. Не убей. И вот в ней должен следовать каждый человек нормальный, уравновешенный. И тогда все в мире будет по-другому. Ему сочувствие и всего-всего самого доброго. Прежде всего, в состоянии его здоровья. Пусть живет долго, помнит свою семью, посещает могилу. Всего вам самого доброго. Спасибо. Ну вот такая реплика. Я, знаете, вот хочу свое сказать тоже вот этому мужчине, что не то, что в России не было уголовного дела. Не было уголовного дела и в Швейцарии. Не было уголовного дела и в Швейцарии. Вообще никакого расследования не велось. Этого диспетчера переместили на другую работу. На другую работу. И он работал в себе. Ни о чем не задумывался. Как хотел, так жил. Радовался жизни, детям своим, окружающему миру. Всему этому. Потом он через вот эти вот полтора года, когда я к нему приехал, он буквально где-то еще недели-две, если бы я позже приехал, его бы там уже и не было. Он обиделся, что ему меньше платить. И он хотел уволиться и переехать там куда-то в другую страну и работать там опять диспетчером. И вот именно вот после этого случая, после этого случая начали полномасштабное расследование, полномасштабное расследование. Заказали экспертизу независимую в Австрии. И, наверное, все это в интернете есть тоже. И кому интересно, пусть почитают. И вот этот бывший пилот, потом ставший экспертом вот по таким вот расследованиям, все описал, сколько там у них нарушений, сколько всего и какой бардак у них там творился. И был суд, был суд. И вот двоих приговорили в году условно, в году условно. Двоим дали по 6 месяцев условно. Если вот 72 человека или 71 человек больше не стоили, тогда они правы. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей. Виталий Константинович, вопрос. Сожалею об вашей утрате, но, тем не менее, восхищаюсь вашей решимостью. Такой вопрос. Как вы оцениваете работу Министерства иностранных дел Российской Федерации? Каково было взаимодействие с ними? Может быть, более глубоко могли бы рассказать. Потому что мы здесь сталкиваемся с истреблением советских памятников, воинам-освободителям, которые находятся на балансе Министерства иностранных дел РФ. Благодарю вас. Всего доброго. Спасибо. Вообще, это очень больной вопрос. И когда я по телевизору смотрю новости, и говорят про это, я вообще, это самое, вот, не знаю, вот, от возмущения, от гнева, вот, не знаю, куда деть себя. Честно, я вам говорю. Честно. Вот этих вот поляков там, особенно, вот, этих... А как относиться? Вот не сносят, а что, вот, в России нет каких-то захоронений или что-то? Чем наши солдаты там хуже или что-то? Они им принесли свободу. 600 тысяч человек, вот, за Польшу погибло, за Польшу погибло. И что, теперь над ними должны издеваться там, что ли? Да, Виталий, значит, ну вот еще вопрос. На территории России тоже есть истинные могильники, и точно так же к ним надо относиться. Они сразу станут, как положено, придут в себя. Слушатель спросил о взаимодействии. А Министерство иностранных дел, я говорю, надо более жестко, наверное, подходить и проводить, вот, политику. Более жестко. Не надо... Когда надо, надо говорить дипломатическим языком. А когда это требуется, надо и поскучать по столу, и голос повышать тоже. Еще звонок успеем принять. Да, здравствуйте. Слушаем вас, да? Да, слушаем вас. Итак, уважаемый гость, это случайность. Диспетчера вы выбрали. Почему вы не выберете сейчас вот эту главу, которую вот этим управляли? Вы на его месте тоже могли такое сделать? И вы говорите, это справедливость? Так это Аллах, Аллах же есть справедливость. Вот такой будет каждый справедливость чинить, это изверство. Спасибо, извините. Эмоциональный комментарий. Но это не вопрос, а реплика, скорее. Скорее реплика, да. Ну, нам уже пора заканчивать постепенно. Виталий Константинович, вопрос, тоже личный, наверное, если не захотите с ней, будешь на него отвечать. Как вы думаете, о чем будете жалеть перед смертью? Единственное, о чем я буду жалеть, это то, что я не сохранил своих детей. Все. Хотел сделать как лучше, чтобы они отдохнулись, чтобы покупались в море. Все получилось совсем по-другому. Об этом, наверное, буду жалеть. Спасибо. На прямой связи с нами сегодня был Виталий Колой. Спасибо вам, что нашли время и вышли. Программа «Абонент доступен». Всего доброго и до свидания. До свидания. До свидания.